Привет всем, ребята, на связи GrimOptimist и решил записать небольшой блог. Сегодня довольно холодно, поэтому постараюсь побыстрее как-то, чтобы не замерзнуть. Значит, первая новость, которую хотелось бы обсудить, я на основном канале выпустил обзор на Escape from Tarkov. Давно просили многие, уже, наверное, год или полтора, но все как-то у меня руки не доходили, а вот сейчас я постарался без хейта, непредвзято просто взглянуть на игру сейчас, в 2019-м, и поделиться своими мыслями. Плюс там еще в ролике первая треть это некая вводная, я вообще рассказал, как бы, как эта игра появилась в информационном поле впервые, как я с ней познакомился, какие там были проблемы, сложности, ну и все в этом духе. В общем, кому-то из вас, возможно, это будет тоже любопытно. Мне бы хотелось все-таки, чтобы этот ролик посмотрело побольше людей, потому что, ну, много сил вложено, я уже говорил, что такие видео, они время затратны и ресурсы затратны, да, и просмотры обычно небольшие. Это коробит, потому что порой делаешь какое-то видео на скорую руку, там, по танкам, грубо говоря, за часик-за два, и его смотрят там в три раза больше, это раздражает. Ну и кроме того, от этого будет зависеть, на самом деле, очень многое, потому что есть планы, ну, как бы, провести серию стримов, что ли, по Таркову, но для этого надо понять, насколько это вообще, в принципе, может быть интересно людям. То есть пока не ясно, ну, то есть я погляжу, сколько лайков, сколько дизлайков, сколько просмотров. Если Тарков интересен большинству моих зрителей, то, соответственно, есть смысл стримить. Ну, естественно, на основном канале. Вот, так что все зависит от вас, ссылка будет в описании на обзор, ну, и также в конце ролика в качестве аннотации на экране. Вторая тема, которую хотелось бы с вами обсудить, вот, недавно натолкнулся на парочку очень полезных роликов на канале «Привет с Урала». Я про него уже как-то говорил, и вообще за этим каналом я давно слежу, так, ну, в полглаза, да. Там человек уже лет 5 или 6 занимается, скажем так, юридической помощью тем, кто пострадал от действий банков. То есть люди, которые попали в разные долговые ямы, погрязли в кредитах, и, в общем, помогают им, как из этого выбраться, как все это решить. И у него вышла серия роликов, сейчас пока там два, на данный момент, называется «Прожарка банков». И там он рассказывает, ну, вкратце, не вкратце, но, в общем, рассказывает весь свой опыт касательно какого-то конкретного банка. То есть первый выпуск был про Тинькофф, сейчас второй про Сбер. То есть с чем вы можете столкнуться, какие есть подводные камни там, ну, например, у Тинькоффа там всякие скрытые комиссии, всякие там непонятные какие-то активации карты, которые ты не пользовался, то есть там, ну, банальный пример, то есть дают тебе карту, грубо говоря, не дай бог ты, если ей воспользовался, то вообще жопа, иногда она и так сама по себе активируется даже. Потом тебе дают сами же они 50 тысяч типов долг, ну, как бы, хотя ты ничего не делал, да, при этом взимают тут же 2 тысячи за пользование картой, и в итоге ты уже 2 тысячи должен. Потом этот долг растет, и через год ты обнаруживаешь, что ты должен уже там 10-15 тысяч, то есть, ну, вот такие вот вещи. Там как бы много всякого трэша. У Сбера, у них там свои, как говорится, приколы, они постоянно интересуются, откуда у тебя деньги, то есть, грубо говоря, делаешь перевод там 10-15 тысяч, и у тебя спрашивают, а откуда у тебя эти 10-15 тысяч? А ты подтвердишь, что ты их честно заработал, то есть, при том, что вообще ебать не должно никого, да, грубо говоря, откуда у тебя эти 10 тысяч, но они постоянно интересуются. Вот такие вот моменты. Короче, тоже ссылки я прикреплю в описании. Просто, чтобы, ну, вы знали, да, и, возможно, кто-то из вас уже попал в какую-то неприятную ситуацию с кредитами, возможно, ему будет это полезно, я так подумал, да, потому что, ну, такое время сейчас, что многие постоянно берут кредиты, вот там человек, он реально разбирается в этом, у меня знакомый к нему обращался, и все хорошо, помог ему. Так что вот такие дела. В общем, на этом, наверное, на сегодня все. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, всем до скорого и всем пока.